Как же здорово встретиться с вами снова. В сегодняшней программе мы поговорим о силе наших слуг. И в частности, поговорим о силе прославления и благодарения Бога. Неважно, о чем идет речь, о службе или о песне, наши слова могут прогнать тьму из нашей жизни, чтобы впустить в нее дух счастья и начать радоваться Господу. Конечно, в жизни все гораздо сложнее, чем мы того бы хотели. Но мы изо всех сил стараемся внести в наши сердца Божьи радости покой. Но ваши слова играют при этом важную роль. Если мы откроем Слово Божие, мы должны понимать, как нам внести в наши сердца Его Слово и Его надежду. Приятного просмотра. Я постараюсь начать как можно проще. Итак, у наших слов есть власть, наши слова обладают определенным весом, их можно использовать и во благо, и во зло. Чем сильнее вы это понимаете, и чем сознательнее вы используете ваши слова, тем лучше вы умеете обращаться с оружием, которое было вам доверено, и тем шире вы открываете свою жизнь Божьим возможностям и потенциалам. Я знаю, что в зале всегда находятся скептики, которые говорят, «Пастор, я в это не верю». Но я вполне уверен в своем мнении. На моей стороне Слово Божие — это единственный постулат, который у меня есть. Это не мое личное мнение. Я делюсь с вами тем, что я прочитал в Писании. У нас не так уж много времени, поэтому постараюсь изложить все как можно более сжато. Поговорим о том, какую пользу приносит нам прославление Бога и почему это так важно. Когда я говорю слово «прославление», я не имею в виду торжественную службу, где выступает музыкальная группа. Я говорю о жизни, исполненной прославления. В такой жизни есть много преимуществ. Они уникальны и обладают силой в ваших отношениях с Господом. В 32-м псалме сказано «Радуйтесь праведное о Господе». «Правым прилично словословиться». Это часть нашего предназначения. Если хотите быть Божьими людьми, восхваляйте Бога. Это не связано с вашей личностью или вашими навыками общения. У некоторых из вас они развиты так хорошо, что вы можете обратиться к скале, и она вам ответит. Другие же стараются быть немногословными и гордятся этим. Возможно, вы говорите в день очень мало слов, но сейчас я говорю не о ваших навыках общения и не о вашей личности. Я говорю о том, как можно использовать вашу жизнь и слова, чтобы воздать Богу славу. Это значит не посвящать Ему несколько минут во время службы в церкви, а обратить к Нему всю свою жизнь. Славить Господа — это нормально. Сейчас речь идет не о музыкальном стиле, не о песне, которую вы выбрали, и не о том, кто читает вам проповедь на выходных. Речь идет о вашей жизни, о том, что является вашим хлебом насущным. В 62-м псалме сказано «Так благословлю тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Позвольте к этому кое-что добавить. Возможно, вы считаете, что восхвалением Бога занимаются только фанатики и всякие чудаки. Возможно, еще пятидесятники. Но вашей божественности и опыта это не касается. Смотрите мне прямо в глаза. Знаете, я много путешествовал, но везде в мире мне являлась одна и та же картина. Я говорю сейчас не об агрессии. Везде в мире люди одинаково покоряются Богу. Я пришел вот к какому выводу. Но восхвалять Бога можно только одним способом. Можно делать это даже без слов. Если у меня был тяжелый день, например, если у меня была проповедь, несколько проповедей или какое-то мероприятие, я ощущаю, что я измотан, я просто нахожу тихое место, закрываю дверь и начинаю медитировать. Я говорю «Господи, я раб Твой, помоги мне». Я покоряюсь Тебе, ибо Ты создатель всего сущего. Я Твое дитя. Вы должны делать это не только в церкви. Если вы никогда не вздымали руки вверх, когда молились Богу в одиночестве, не надо отрываться на этом в церкви. Ангелы будут смотреть на вас и восклицать, что это Он там делает. Просто начните говорить Богу «Господи, Ты хранишь меня каждый день». Мне это очень важно. Знаете, ведь, согласно Библии, день начинается с захода солнца. Не с восхода, а именно с захода. В Писании сказано, что когда мы отходим ко сну, Бог как раз начинает свой день, а утром мы просыпаемся, чтобы присоединиться к Богу во дне, который Он уже устроил. Мне очень нравится эта идея. В Библии можно найти много всего. В церкви вы можете узнать все, что угодно. Только послушайте. «Во имя Твое вознесу руки Мои, как туком и елеем насыщается душа Моя, и радостным глазом восхваляют себя уста Мои». Я хочу, чтобы вы не просто приходили на службы, а начали славить Бога. У прославления Бога есть еще одно преимущество. Когда вы хотите воздать хвалу Господу, Бог усиливает ваши возможности, и еще это помогает увеличить возможность Божьих деяний в вашей жизни. 49-й Псалом «Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». И это лишь одна сторона этого уравнения. Ответ Бога своему народу. В послании к евреям сказано, что Бог воздает ищущим Его. Люди, которые воздают Богу славу и честь, чувствуют то, что Бог делает на земле. Я тоже хочу быть одним из них. Не хочу быть скептиком. Не хочу быть тем, кто этого не делает. Если я найду какой-то способ воздавать Богу славу и благодарность, я буду это делать. Спасибо тебе, Боже. Сегодня у меня был очень хороший день. Конечно, не все шло так, как я планировал, и не все давалось мне легко, но я каждый день нахожу немного времени, чтобы поблагодарить Господа. Я говорю ему, доверяю тебе. Я с тобой, а ты со мной. Спасибо тебе за это. Ведь ты открыл дверь к себе еще шире для нас. И это очень хорошо. Есть и третье преимущество восхваления Бога. Оно убирает из вашей жизни отчаяние. В книге Исаии сказано, «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе». Мне очень нравится язык Писания. Здесь ясно сказано, что горе и сетование — это тоже часть нашего пути. Я часто слушаю, как другие люди говорят о своей вере. Если бы я слушал их не очень внимательно, у меня бы сложилось впечатление, что у праведных христиан не бывает трудностей. Что одна победа в их жизни сменяется другой, что они скачут с вершины на вершину, что страдают только те, кто меньше знает и чья вера меньше. На самом деле все это не так. В книге Откровения сказано, что будут новые неба и земля, где не будет болезней, горя, плача и смерти. И все там будет по-новому. Я очень хочу оказаться там, но пока мы не там. Поэтому в нашей жизни все еще происходят разочарования и вещи, которые приносят нам горе, страдания и тяготы. Библия в курсе этого. Поэтому вы не должны унывать, если с вами происходят подобные вещи. С вами все в порядке? У вас есть все нужно. Бог не покинул вас. Это просто такой отрезок нашего пути. Бог говорит нам вот что. Возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными, правдую, насаждением Господа во славу Его. Давайте обратим внимание на последние слова. Вот какими мы должны быть сильными. Правдаю, насаждением Господа во славу Его. Бог желает, чтобы все величие и слава Его Царства отражались на конве вашей жизни. Чтобы другие увидели вас на верхушке огромного дуба, который Бог посадил, дабы даровать нам защиту. А то, как вам попасть туда, сказано чуть ранее. Тут не сказано, что вы должны погребать это под землю. Им вместо пепла дастся украшение. Тут сказано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. А кроме того, Он даст вам еще более великие вещи. Вместо плача Он даст вам елей радости. Если вдруг у вас появится причина для плача, то Бог пошлет вам елей радости. А вместо унылого духа Он даст вам славную одежду. Бывает, что к вам приходит унылый дух. Это не просто эмоция. Это самый настоящий дух. У уныния и безнадежности есть духовная основа. Мне нравится образ, который используется в этом случае в Библии, а именно образ одежды. То есть вы словно надеваете на себя халат уныния. Я не говорю сейчас о плохих днях, тяжелых понедельниках или проигрыше вашей любимой команды. Вчера действительно проиграла любимая команда многих из вас. Просто простите их. Я говорю сейчас о жизненных событиях и обстоятельствах, которые приносят вам горе и страдания, и то, как вы реагируете на них. Возможно, вы впадаете в уныние, но если вы надеваете на себя халат уныния и затягиваете его пояс потуже, на вашем халате выгравирована особая монограмма. Она становится индикатором того, как вы общаетесь с миром. В такие моменты вас охватывает дух уныния. У вас есть на то причины и оправдания. Вы можете рассказывать истории жизни и истории о несправедливости, о разных событиях, которые разбили вам сердцем. У вас есть много причин, чтобы оправдать эти одежды. Но ношение этого халата вам не поможет. Давайте вспомним, что обещал нам Исаия. Он обещал, что Бог дарует нам славную одежду. Вот какой выбор вы должны сделать. Ваши слова — это оружие. Вы должны выражать не свое уныние, а выражать Божию благость, славу и милость. Господи, я буду славить Тебя, даже несмотря на то, что мое сердце будет разбито. Боже, я буду воздавать Тебе честь, даже если другие люди не будут уважать меня. Боже, я благодарен Тебе за то, что Ты охраняешь меня и мою жизнь. Ты провел меня через аллею теней. Ты посадил меня за один стол с моими врагами, но был при этом рядом со мной вместе со своей командой. Ты помазал мою голову елеем, и Ты проведешь меня через аллею теней. Ты не оставишь меня там. Я благодарен Тебе за это. Я благодарен Тебе за это время. Да, Господи, не каждый из дней моей жизни выдается хорошим, но если вы будете зацикливаться на этом, вы упустите возможности. Выславляйте Бога каждый день, и вы просто удивитесь тому, что Он сделает для вас. В Библии сказано, чтобы каждый день воздавать Богу честь в прославлении, службе покаяния. Мы выпустили послание Аллена Джексона «Сила прославления» на аудио-сиди, и рады предложить его вам в качестве подарка за вашу поддержку. Помогите нам нести послание Иисуса Христа людям во всем мире. Чтобы предложить свою помощь, просто зайдите на наш сайт или позвоните нам. «Вместе мы добьемся перемен во имя Царства Иисуса Христа». Вы когда-нибудь просыпались в середине ночи, и тут ваш мозг начинал бурлить. То есть вы внезапно просыпались, и вдруг ваш мозг загружали всевозможные проблемы, испытания и нужны. Вы полностью переключались на эти вещи, и сна уже не было ни в одном глазу. Я научился реагировать на такие вещи. Когда со мной происходит подобное, и я просыпаюсь в середине ночи, я просто начинаю славить Господа. Потому что моя голова в таких случаях так шумит, что я могу разбудить всех в своем доме. Если я из-за чего-то не могу заснуть, то и вы не заснете. Давайте соберемся, и будем волноваться все вместе. Но когда я прекращаю беспокоиться, и начинаю славить Господа, я говорю «Спасибо тебе, Господи!» Ведь ты создатель всего сущего. Я твое дитя. Я живу в тени твоей защиты. Ты моя твердыня. Ты самый величайший из духов в мире. И ты во мне. Спасибо тебе, Боже, ибо ты моя сила, моя жизнь и надежда. Это ты наделяешь меня всем необходимым. Я произношу эту молитву очень тихо. Мой мозг расслабляется, и все проходит. Но иногда мне приходится встать и начать говорить своими словами. Я начинаю славить Бога, хожу по дому и славлю, и благодарю Господа до тех пор, пока мои прославления не начинают заглушать все безобразие, творящееся у меня в голове. Я не говорю, что мне в голову лезет всякая неправда. Туда лезет и правда, но не так. Я не хочу отвлекать свое внимание от Господа. Я лучше буду думать о том, кто такой Господь, чем об испытаниях, выпадающих на мою дому. Я часто предстаю перед разными испытаниями. Я не отрицаю, что на мою долю не выпадает испытание. Я говорю вам, что у меня есть помощник. На моей стороне создатель неба и земли. Во мне живет дух живого Бога, и он обещал никогда не покидать меня. Если мне понадобится мудрость, он дарует ее мне. Если мои силы ослабнут, то его силы нет. У меня в Библии сказано, что его рука никогда не сократится на то, чтобы спасать. Поэтому если у меня закончится пленка, я просто вставлю другую кассету. Пусть вы уделяете прославлению и благодарению всего несколько минут, но это помогает вам впустить Бога в вашу жизнь. Я подготовил для вас несколько примеров. Надеюсь, что они вам знакомы. Первый взят из книги Ионы. Это история про рыбу. Надеюсь, вы помните историю Ионы. Он был пророком. Очень важно помнить об этом. Он не был язычником, злодеем, безбожником, а верным служителем нашего великого Бога. Однажды Бог сказал Ионе, «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня, чтобы ты отправился в Неневию на северо-восток и донес до ее жителей одно послание». Но Иона возразил им, «Я отправлюсь на юго-запад». Когда мы читаем эти строки впервые, мы обычно шокированы ими. Но я все отлично понимаю. Мне кажется, мы с Ионой на одной волне. Очень часто в церкви мы говорим, «Если бы я только знал, чего хочет от меня Бог, я бы это сделал». Люди часто говорят, «Если бы я только знал, чего хочет Бог, я бы тут же это сделал». А вот и нет. Самым большим испытанием для нас всегда является делание того, чего хочет от нас Бог. Ведь Библия предлагает нам очень трудные испытания. Когда мы узнаем, что мы должны возлюбить ближнего, как самого себя, мы начинаем возникать. Это слишком сложно. Мы знаем, что должны прощать, но сделать это очень трудно. Я думаю, что большинство из нас, видимо, в курсе того, что мы должны делать. Но проще сказать, «Все такие нехорошие». И ничего не делать. И вот мы восклицаем, «Если бы я только знал». Знаете, так мы не получим больше наставления от Бога. Потому что у нас уже есть истина. Но давайте вернемся к Ионе. Господь сказал ему, «Я хочу, чтобы ты отправился в Ненемию». Но Иона ответил, «Нет, я выбрал для себя другой круиз». И вот Иона сел в лодку и попал в сильный шторм. В итоге... Он оказался за бортом, а Бог приготовил для него рыбу. Иона сел в лодку, а Бог приготовил для него рыбу. В Библии сказано, что Иона говорил с Богом из чрева этой рыбы. Мне не кажется, что родители должны ломать своему ребенку ноги, чтобы преподать ему урок. Это уже насилие. Если вы так сделаете, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас лишили родительских прав. А еще мне не кажется, что Бог может совершить акт насилия по отношению к своим детям. Когда в моей жизни наступают тяжелые времена, у меня словно вырастают большие уши. Но когда у меня хорошо идут дела, я торжествую. Я не прошу совета у Бога, а сам учу всех. Я говорю, «Позвольте мне дать вам совет. Я прекрасно это знаю. Вы не можете знать этого. Так что позвольте мне вам помочь. Может, у меня и маленькие ушки, но есть много ответов». Но допустим, вы падаете с этих высот, и тогда вы тут же говорите, «Боже, помнишь ли ты меня? Я тот человек с большими ушами». То же самое произошло и с Ионы. В Библии сказано, «И помолился Иона Господу, Богу Своему, из чрева кита». Уверен, так и было. Он пишет, «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Большего и не нужно. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней Я возопил это и услышал голос Мой. Я глазом хвалы принесу тебе жертву». Иона попал в ситуацию, за которую не хочется благодарить. Он был в очень неудобной, ужасающей и безнадежной ситуации. Но Он сказал, «Я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню, у Господа спасение». И сказал Господь киту, «И Он изверг Иону на сушу». По-моему, это не очень приятный способ. Давайте-ка посмотрим, что было дальше. И было слово Господне, Кионе вторично. «Встань и иди в Ниневию». И знаете, что ответил Иона? «Да, хорошо, уже выдвигаюсь». Видите, как хорошо сотрудничать с Богом с самого начала. У меня есть еще один пример. Это совсем другая история. Описана она во второй книге Паралипоменон. Дело происходило в Израиле. Людеям угрожала огромная армия, у них не было никакой надежды победить ее. Они были напуганы и не знали, что делать. Они не могли избежать этой битвы, и вот рано утром они вышли в пустыню, и Иосафат, который был тогда царем, обратился к своему войску. Вот что он сказал. «Послушайте меня, иудеи, и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Иосафат славил Господа и пытался обратить к Богу сердца своих людей. Его люди боялись врага, потому что вражеская армия была в сто раз больше, чем их. Но Иосафата это не волновало. Он славил Господа Бога. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Они встали перед метателями камней, лучниками и копейщиками. Он выбрал людей, чтобы те славили Господа и поставил их впереди. Потому что он понимал, что камни и стрелы не решат их проблемы. Они стали славить Господа, и их враги сказали, что Иосафат прибег к запрещенному приему. Они хотели победить в бою оружием, но столкнулись с очень опасным противником. Неужели это единственная битва, о которой рассказывает нам Библия? Разумеется, нет. В Библии описывается много битв, где противники бились на мечах и копьях. Но в тот день Бог решил, что победа будет одержана словами. Ведь Иона тоже смог выбраться из чрева кита благодаря словам. У меня есть еще один пример. Эта история произошла с Павлом и Силой во времена их миссионерства. Как-то Павел попытался расплатиться словами, но такая валюта была не в цене в тех местах, и их арестовали. Павел был не самым лучшим попутчиком. В большинстве городов, где он побывал, он обязательно устраивал бунты. Обычно его били. Довольно часто его арестовывали, а порой его попросту выгоняли из города. А вот что произошло в этот раз. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и дав им много ударов. Автором деяния является Лука, он был врачом. Он описывает этот момент очень подробно. Он не просто пишет, что Павла и Силу побили, а уточняет, что их ударили много раз. Их ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Давайте остановимся тут. Наверное, многие знают, чем все закончилось. Представьте, что я пригласил вас отправиться со мной в миссионерскую поездку. И вот мы куда-то приезжаем, я начинаю учить людей, и тут вы понимаете, что я начинаю возмущать толпу. Вы начинаете хватать меня за пиджак. «Успокойся, пастор!» Но я вовсю ощущаю себя праведным. Я стою на своем и продолжаю в том же духе, пока нас не арестовывают. Они срывают с нас одежду и сильно бьют нас. Затем нас помещают в самую темную камеру в тюрьме, и вот среди ночи вы смотрите на меня и говорите, «Ну что? Куда дальше?» «Давай в следующий раз я возьму с собой детей?» «Мне нравится служить Господу Богу вместе с тобой!» «Рад, что взял меня с собой!» Думаю, такое вполне может случиться. Около полуночи Павел и Силы, молясь, воспевали Бога. А ведь они могли петь там и другие песни. Согласитесь, это довольно необычный способ служения Богу. Они были неправы, когда арестовали нас. Думаю, им не следовало смеяться над нами, когда они нас били. Кто-то должен был заступиться за нас. Мы помогли многим в этом городе, но никто не заступился за нас. Вот что могли говорить Павел и Силы. Но все было не так. Около полуночи Павел и Силы, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Это было непростое землетрясение. Если вы читали Деяния, то вы помните, что чуть ранее в тюрьме оказался Петр. На следующий день его должны были казнить, но Бог послал великое множество ангелов, чтобы они среди ночи отворили двери тюрьмы и ослабили его узы. Петр видел этих ангелов. В этом случае двери сами отворяются, а узы ослабевают не мистическим образом. Это делают ангелы, которых Бог послал освободить своих слуг. Все начинается с землетрясения, но за всем стоят ангелы. И вот Павел и Силы на свободе, но они не уходят. Тот проснулся в темничный страж и хотел убить себя, потому что он отвечал за узников своей жизни. Но вместо этого он и его семья приняли Иисуса. На следующее утро воеводы города сказали, «Павел совершил грех, мы должны выдворить его из города». Но вместо этого Павел прочитал им послание, «Я римский гражданин, а вы арестовали и наказали меня без надлежащего суда, никуда не пойду, выведите меня сами». Они испугались и пришли к нему. Извинились перед ним, и теперь уже вежливо попросили удалиться из города. Это произошло благодаря прославлению. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваши слова — это оружие, которое обладает властью. Бог даровал нам духовную власть, которая заключена в словах, которые мы используем. В зависимости от того, как мы используем слова, в нашу жизнь либо входит Божие благословение, либо нашими жизнями завладевает тьма. Ваши слова очень важны. На этой неделе хочу задать вам небольшое домашнее задание. Вы должны посвящать пару минут каждый день прославлению Бога. Я знаю, что все в вашей жизни не такое, как вы хотели. Вам мешают ваши испытания и проблемы, но найдите что-нибудь, за что вы благодарны Богу. Это займет у вас всего пару минут. Просто найдите время. Вы можете делать это в машине или запереться в ванной, если у вас большая семья. Просто останьтесь в одиночестве на пару минут и скажите, «Боже, я так благодарен Тебе. Спасибо Тебе за мое здоровье. Спасибо Тебе за то, что у меня есть. За что бы вы ни были Ему благодарны, вы должны будете выразить это как благодарность. Так в вашу жизнь придет Божий Дух. Возможно, это прозвучит избито, но он прогонит тьму и пригласит вас присоединиться к Господу. Давайте помолимся. Отец, спасибо Тебе за власть, которой Ты нас наделил. Ведь Ты явил нам власть во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы всю эту неделю с нами было благодарение во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...